здравствуйте мои подписчики и гости канала этим видео мы начинаем цикл видео лекций посвященных машинам и аппаратам для глубинного выращивания плесневых грибов на барде спиртовых заводов культура плесневых грибов выращенная на барде применяется в спиртовом производстве взамен солода для осахаривания разваренного крахмала содержащего сырья процесс глубинного выращивания продуцентов ферментов состоит из четырех основных этапов выращивания чистой пассивной культуры в лабораторных условиях приготовление питательной среды для пассивных и производственных ферментаторов выращивание производственной пассивной культуры в маточнике и выращивание производственной грибной культуры в ферментаторах. Чистую культуру выращивают в колбах на качалках в условиях полной стерильности. В колбы на питательную среду засевают споры, закрывают ватными пробками и выращивают без искусственного подвода воздуха. Полученную культуру высевают в маточник, в котором выращивается культура для засева производственных ферментаторов. В цикле видео лекции, посвященных машинам и аппаратам для глубинного выращивания плесневых грибов на барде спиртовых заводов, будет 9 видео лекций. Перечислю, как они будут называться. Первые две лекции будут посвящены машинно-аппаратурным схемам линии производства плесневых грибов. Первая лекция, собственно, ту, которую вы сейчас смотрите. Это будет посвящена машинно-аппаратурной схеме периодического выращивания плесневых грибов. Следующая видео лекция будет посвящена машинно-аппаратурной схеме выращивания плесневых грибов непрерывным способом. И следующие за этими двумя лекциями, следующие семь лекций будут посвящены оборудованию для этих машинно-аппаратурных схем. Перечислю на именование каждой из этих лекций. И одновременно вот здесь, в стороне от меня, будет появляться список этих лекций. Итак, третья лекция это смесители. Четвертая это греющая колонка и выдерживатель. Пятая лекция теплообменники для охлаждения среды, поступающие в ферментатор. Шестая аппараты для выращивания пассивных культур, маточник. Седьмая аппараты для выращивания культур плесневых грибов, ферментаторы. Восьмая установки для пеногашения. Девятая насосы и арматура установок глубинного выращивания микроорганизмов. Общее название для этого оборудования следующее. Это аппараты для приготовления, стерилизации и охлаждения маточной среды. В этой видео лекции мы подробно рассмотрим машинно-аппаратурную схему линии периодического выращивания плесневых грибов. Исходную питательную среду барду из аппаратного отделения спиртового завода подают в барабанный фильтр, в котором на вращающемся сите отделяют взвешенные вещества. Дробину из фильтра направляют на бардораздаточный пункт для отпуска на корм скоту. Фильтрат поступает в смесители, в которых приготовляют питательную среду грибной культуры, отдельно для маточников и ферментаторов. Питательную среду для посевной культуры приготавливают при тщательном перемешивании в смесителе 1, в который подают воду. Из расчета получения посевной среды в объеме 10% от производственной среды, задаваемый ферментатор. Добавляют фильтрат барды, кукурузную муку и минеральные ингредиенты. Полученную среду с целью стерилизации перекачивают насосом 2 в греющую колонку 3, в которой она нагревается открытым паром до 130 градусов Цельсия. Нагретая среда поступает в выдерживатель 4, где она находится в течение 15 минут и при этом окончательно стерилизуется. Из выдерживателя горячая масса поступает в маточники 11. Здесь она охлаждается водой через рубашку до 30-32 градусов Цельсия. Затем в среду засевают из колбы посевную культуру через зажженный факел. Для этой цели в маточниках предусмотрена специальная пробка. Посевную культуру в маточниках выращивают в течение 24-40 часов, в зависимости от вида культуры. При 30-32 градусах Цельсия. Непрерывном помешивании и продувании ее стерильным воздухом в количестве 40-50 кубометров в час на 1 кубометр аэрируемой жидкости. Выросшую посевную культуру передавливают воздухом в производственные ферментаторы 10, которые к тому времени должны быть заполнены простерилизованной питательной средой, охлажденной до 30 градусов Цельсия. После освобождения от посевной культуры маточники тщательно промывают, проверяют на герметичность и стерилизуют паром при избыточном давлении 2 атмосферы и температуре 132 градуса Цельсия в течение 2 часов. Среду для выращивания производственной культуры в ферментаторах приготовляют в смесителе 5, снабженном механической мешалкой. Компоненты те же, что и для питательной среды посевной культуры. После тщательного перемешивания подготовленную среду насосом 6 перекачивают через греющую колонку 7, выдерживатель 8. В греющей колонке среду подогревают открытым паром до 130 градусов Цельсия. При этой температуре она находится в выдерживателе в течение 15 минут, непрерывно перемещаясь по его секциям к выходу. За это время среда окончательно стерилизуется. Из выдерживателя среда поступает в теплообменник 9, в котором она охлаждается до 30 градусов Цельсия. Отсюда среда направляется в ферментаторы 10, которые к этому времени должны быть тщательно вымыты и простерилизованы. Выращивание микроорганизмов в ферментаторе производится при непрерывной подаче воздуха и энергичном перемешивании среды, что обеспечивает интенсификацию процессов обмена, происходящих при жизнедеятельности микроорганизмов. Воздух подают воздуходувкой 16 в количестве 15-50 кубометров в час на 1 кубометр агрируемой жидкости. Культура выращивается в течение 60-72 часов. При температуре среды от 30 до 32 градусов Цельсия. Температура регулируется путем отвода избыточного тепла, выделяемого микроорганизмами в процессе биосинтеза. Водой, подаваемой в рубашку аппарата. Для контроля процесса в крышке аппарата имеются стекла. Пробы культуры периодически отбирают через специальные пробоотборники. Для контроля процесса в крышке аппарата имеются стекла. Готовую глубинную культуру плесневых грибов из ферментатора перекачивают центробежным насосом 21 в промежуточный сборник 20, где она охлаждается водой через рубашку сборника до 15 градусов Цельсия. Из сборника культуру по мере надобности насосом перекачивают в цех для дальнейшего использования. Освободившийся ферментатор тщательно моют, проверяют на герметичность и стерилизуют открытым паром под избыточным давлением 2 атмосферы температурой 132 градуса Цельсия в течение двух часов. В процессе ферментации на поверхности питательной среды появляется пена. Для ее гашения ферментатор подают жидкий пеногаситель, масло, кашалотовый жир. Перед подачей в аппарат пеногаситель стерилизуют закрытым паром в специальном аппарате 14. После стерилизации пеногаситель в этом же аппарате охлаждают до 30-32 градусов Цельсия. Затем передавливают сжатым стерильным воздухом в дозатор 13. Отсюда по общей коммуникации пеногаситель может подаваться в любой ферментатор с самотеком. При выращивании культура плесневых грибов глубинным методом особое внимание уделяется стерильности воздуха, подаваемого в маточники и ферментаторы. Воздух предварительно очищают от механических примесей, пропуская его через масляные фильтры 22, устанавливаемые на всасывающей части воздуходувки. Для его биологической очистки на нагнетательном трубопроводе каждой воздуходувке устанавливают общие воздушные фильтры 24. Общий фильтр представляет собой стальной вертикальный цилиндр, заполненный двумя слоями стеклянной ваты высотой по 200 метров, вверху и внизу, и слоем активированного угля между ними высотой 600 мм. Биологическую стерильность воздух приобретает, пройдя через индивидуальные фильтры с тканью Петрянова 12, установленные перед каждым маточником и ферментатором. Кроме того, в избежании проникновения инфекции внутри ферментатора в воздушном объеме над слоем жидкости поддерживается избыточное давление 0,15-0,25 атмосферы. Вы посмотрели первую видео лекцию, посвященную машинам и аппаратам для глубинного выращивания плесневых грибов на барде спиртовых заводов. А именно, в этой лекции мы рассмотрели машинно-аппаратурную схему периодического выращивания плесневых грибов. В следующей видео лекции, которая будет посвящена машинно-аппаратурной схеме непрерывного выращивания плесневых грибов, мы рассмотрим схему и я приведу описание этой схемы. Цикл из этих видео лекций будет построен таким образом, и видео будут сделаны таким образом, что по мере выхода новых видео, ссылки на новые видео будут появляться в видео, которые вышли раньше. И когда, и в тот момент, когда появится второе или третье видео, пятое, шестое и так далее, вы увидите в конце более старых видео ссылки, которые будут появляться вот здесь. Но эти ссылки появятся только после выхода видео. Также эти ссылки я буду помещать в подсказках и в описании. Вы сможете после того, как выйдут все видео, вы сможете переходить по этим подсказкам, ссылкам в конечных заставках, ссылкам в описании и смотреть эти видео. Те видео, которые вас интересуют, по тем темам, которые вам более интересны. Спасибо, что досмотрели до конца. Следующее видео обязательно последует по этой теме. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Поставьте колокольчик и в колокольчике поставьте все уведомления. Благодарю вас за внимание. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok